Нас интересует делимость на число P следующего выражения. Это наше число альфа, возведенное в степень, вот здесь вот дальше, 0 плюс 0 минус 1, это надо будет смотреть. Минус, единица минус, корень из 5 пополам, возведенное в ту же самую степень. Вот, и все это разделить на корень из 5. Мы хотим доказать, что если правильно выбрать знак, то ли плюс единичка, то ли минус единичка, то эта величина будет делиться на число B. В их кое-какая загадка счастливым образом разрешилась. Помните, у меня здесь в таблице была странная строчка. Фи Н делится на 5, тогда и только тогда, когда Н делится на 5. Мы тогда удивлялись, какое, собственно говоря, особое отношение имеет число 5 к числам Фибоначчи. Ответ. Очевидно какое. Потому что здесь корень из 5 входит прямо в явную формулу. Поэтому, конечно, число 5 какое-то чрезвычайно особое, отдельное при изучении делимости части Фибоначчи. Пятерка вот здесь вот просто очевидно, могу способны. Впрочем, двойка тоже, в общем, очень особая. Поэтому хорошо бы нам, что сказать, отдельно рассматривать случай простого числа 2 и простого числа 5. Ну, собственно говоря, мы их уже рассмотрели. Фи Н делится на 3, Фи Н делится на 5, когда Н делится на 5. Если всерьез решать задачу, то много чего еще надо будет сделать. Например, такой вопрос. Когда Фи Н делится на 4, на 8, на 16, на 32, там, наверное, будут какие-то интересные эффекты. То же самое. Когда Фи Н делится на 25, на 125, на 625. Это тоже тема для размышлений. И, конечно, двойка и пятерка будут очень особо. То есть не надо думать, что вот так вот вы просто с пятеркой и двойкой спрощались. Да? Вот. Но давайте сейчас, пусть П простое число, П не двойка, П не пятерка. Давайте подумаем, что в таком случае важно. А в таком случае, господа, нам нужна та самая малая теорема Фирма. И еще нам нужен, так называемый, символ и жанра 5ОП. Нам важно знать, когда корень из пяти извлекается по модулю П, а когда не извлекается. Для тех, кто ни разу это еще не слышал, давайте дам определение. Вот если П простое число, то такой символ равен единице, если существует такое целое число Х, для которого 5 дает такой же остаток, как и Х по модулю П. И минус один, если такого числа Х не существует. Ну, на самом деле, там еще бывают случаи, что П равняется 5, тогда символ 5 П считается равен 0. Ну, у нас П это не 5, поэтому я это писать не буду. Вот, ребята, в этом и есть разгадка, почему мы там не могли сообразить, когда плюсик, а когда минусик. Оказывается, все зависит не от остатка отделения числа П на 4, как мы пытались думать, а все зависит от вот этого самого символа. Давайте я сейчас напишу вам формулу. На самом деле, вы, к сожалению, не сможете сейчас понять, почему она такая. Но я просто два слова напишу, чтобы вы хотя бы понимали, когда там плюс один, когда минус. А потом немножко поговорю, для того, чтобы объяснить, когда там делятся, когда не делятся. Господа, оказывается, когда у вас есть вот такой вот символ, есть совершенно замечательный закон, который в математике называется закон взаимности. Вот, тратичный закон взаимности. Если умножишь 5 П на П П 5, то получишь 5 минус 1 пополам, это 2, поэтому это 1. Символ 5 по П просто-напросто равен символу П по 5. А это вот что такое. Если число П дает остаток, то это будет единица. А если П дает остаток 2 или 3, то это будет минус или единица. Господа, я, к сожалению, сейчас абсолютно не могу доказывать это, потому что это нереально за оставшееся время. Вот, но давайте, во-первых, поймем. Помните, у нас там было число 19. Помните или нет? Замечательно. Для числа 19 чему был равен символ? Символ 19 по 5. Единица. Единица, отлично. А какое число там делилось? 18 или 20? 18. Это означает, что теорема, которую мы с вами сейчас будем доказывать, выглядит, на самом деле, в следующем образом. Фи с номером П минус символ П по 5. Значит, символ вот этого может равняться то ли единице, то ли минус единице, делится на простое число П. Вот, оказывается, какой там на самом деле был смысл этой то ли единички, то ли минус единички. Так, теперь ужасно интересный вопрос. А как вообще пытаться это доказывать? Давайте, давайте закончим. Только, ребят, сейчас будет два случая. Первый случай, когда корень из пяти по модулю П извлекается. Что такое корень из пяти по модулю П извлекается? Значит, существует такое число Х, что оно в квадрате дает такой же остаток определения на П, что и число 5. Вот, вот эта ситуация записывается следующим образом. То есть, символ 5 по П равен единице. И в этой ситуации, значит, нужно доказывать, что число с номером каким? С номером П минус один, правильно? Что число с номером П минус один делится на П. Отлично, отлично. То есть, я убираю здесь плюсик, пишу здесь минусик, пишу здесь минусик, пишу здесь минусик. И вместо корни из пяти я пишу вот это самое Х. Потому что меня интересует делимость, а значит, можно писать Х. Поехали. Один плюс Х пополам в степени П минус один 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 разделить на Х. Нужно доказать, что делится на В. И вот тут-то мы и пришли к малой теореме Ферма. Малая теорема Ферма утверждает, что по моду Ф обязательно здесь остаток равен единице. И здесь остаток равен единице. А из единицы вычитаешь единицу, будет... Правда, боюсь, что не все знают малую теорема Ферма. Поэтому давайте я ее обратно сформулирую для того, чтобы не было никаких проблем. Итак, малая теорема Ферма. Это одна из самых-самых важных и самых интересных теорем в теории чисел. Малая теорема Ферма. Она, между прочим, по-много раз важнее, чем великая теорема Ферма. То есть есть такое утверждение, которое почти 400 лет доказывали. То есть оно было сформулировано в середине 17 века, а доказано в конце 20 века. Вот огромный промежуток, примерно 30 лет. Вот. Про уравнение х-тикнет, х-тикнет равно, з-тикнет, когда n больше 2, а х, и, 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 и. Третий гораздо важнее. И как любое простое утверждение обычно оказывается гораздо важнее. Формулировка такая. Если b простое число, если b простое число, им а целое число, причем не делящееся на b, то а в степени b-1 дает остаток 1 в выделении на b. В точности вот этим утверждением малой теоремии Ферма я здесь воспользовался, потому что мне не важно, что здесь внутри. Важно, что какое-то число, не делящееся на b. В b-1 степени будет единица. То же самое, не важно, что здесь, важно, что какое-то делящееся на b. В b-1 степени будет единица. 1-1 на b делится. Таким образом, если верить в малую теоремию Ферма, а мы вынуждены не верить, потому что сейчас время слишком мало осталось, то этот факт доказан. Теперь чуть более хитрая штука. Что делать, если корень из 5 не извлекается? То есть, вот у нас есть такое выражение, только тогда здесь будет не минус 1, а плюс 1. Давайте я заменю. Здесь я напишу b плюс 1, здесь b плюс 1, и для числа b, это такое утверждение. b дает остаток или 2, или 3 при делении на 5. Нам интересно, почему вот такое число будет делиться на b. Ну, господа, на самом деле, здесь, наверное, я бы что-то сделал. Я бы сказал, что имеет смысл записать вот так. 1 плюс корень из 5 в степени b плюс 1. Это понятно. Минус 1 минус корень из 5 в степени b плюс 1. Это тоже понятно. А вот дальше, смотрите, надо доказывать, на что это делится. Надо доказывать, что это делится на самом деле на b корней из 5. Потому что то, что там будет делиться на 2 в кой плюс 1, это, в общем, и так понятно. Числа 2 и b взаимно просты. Поэтому, да на самом деле на корень из 5 тоже не надо, потому что он ни при чем. Нет, нет, даже на корень из 5 неинтересно. Понятно, что у нас же там целое число, поэтому, значит, разделилось. Фактически, нас интересует разность b плюс первых степеней двух таких вот чисел. Скажите, пожалуйста, вы понимаете, что есть такая штука, как пеном ньютона? Если есть у нас произвольная сумма, то когда вы ее возводите в степень n, то это, смотрите, что такое будет. Это будет a в степени n, n умножить на a в n минус 1 b, n умножить на n минус 1 пополам, a в n минус 2 b в квадрате, и так далее, и так далее, и так далее, и в конце будет b в степени n. Единственное, здесь будут числа сочетаний, здесь так, вместо n подставить, b плюс 1, здесь будут числа сочетаний, к сожалению, из b плюс 1 почему-то. Боюсь, что не все знают, какие там будут достатки отделения на b. Все-таки, если я сделаю так, напишу 1 плюс корень из 5, умножить на 1 плюс корень из 5 в степени b, минус 1 минус корень из 5 умножить на 1 минус корень из 5 в степени b. Наверное, вам так будет легче. Дело в том, что когда мы имеем дело с малой теоремой Ферма, то вообще-то одна из форм малой теоремы Ферма такая, что все числосочетания из p по k делятся на p, если k больше нуля и меньше p. Давайте я вот здесь объясню. Представьте себе, что здесь стоит не n, а p. Тогда вот здесь вот p, здесь p умножить на p минус 1 пополам, здесь тоже там, а p делятся. Следующий центр p на p минус 1 на p минус 2, тоже на p делятся. Вообще, число сочетаний из p по k, это вообще-то p умножить на p минус 1 и так далее, и так далее, на p минус к плюс 1 разделить на k треал. И вот здесь есть число p, все остальные меньше, чем p, значит никак не могут повлиять не делиться на p. Это здесь делиться на p. Поэтому, когда вы будете возводить в п эту степень, на самом деле все слагаемые внутренние будут делиться на p. Останется только единица и корень из пяти в этой степени. А это, господа, великое-великое 6. Потому что, смотрите, у меня большая часть слагаемых там исчезла. У меня осталось всего лишь такое выражение. 1 плюс корень из пяти умножить на 1 плюс корень из пяти в этой степени. Минус 1 минус корень из пяти умножить на 1 минус корень из пяти в этой степени. Теперь надо просто-напросто расстрелить скок. Что это будет? 1 плюс корень из пяти плюс корень из пяти в этой плюс корень из пяти в b плюс первый минус 1 плюс корень из пяти. Так, проверяйте меня, пожалуйста. Важно, что вот это вот и это вот выражение исчезнет. Единица и единица тоже исчезнет. И у меня фактически останется, смотрите, какая штука. У меня останется двойка умноженная на корень из пяти умноженная на единица плюс 5 в степени b минус 1 пополам. А вот тут я вынужден опять сказать, как известно из теории чисел, когда число 5 является не вычетом, то вот это число делится на b. Выбор доказывать вот это место или доказывать малую теорему Ферман. Давайте-ка я все-таки два слова докажу малую теорему Ферман. Ребята, здесь на самом деле были очень подробные лекции и про квадратический закон взаимности, и про так называемую формулу Эйлера, что такая штука делится на b и так далее, и так далее. Кому интересно, подробно, это, во-первых, повторяйте, на лекциях, может, на многих, которые были на этой лектории. И есть такая книжка, Воробьев, так и называется, число Фибоначчи. Там все это подробно хорошо написано, прямо в интернете, в поиске пишите, Воробьев, число Фибоначчи. Там очень много из того, что я сегодня говорил, есть. Доказательства малой теоремии Ферман. Одно из них звучит в следующем опыте. Выпишем все числа от 1 до b-1 в строчку и умножим их все на число а. Получится следующая штука. А, 2, а, 3, а и так далее. b-1а. Посмотрим, какие остатки могут давать эти числа при делении на b. Ну, посмотрите. Могут ли какие-то два числа дать один и тот же остаток? Скажем, ах и ау дают один и тот же остаток. Они могут. Потому что, если бы так было, то их разность делилась бы на число b. А в таком случае а умножить на x-y делилась бы на число b. Ну, а это безобразие, потому что а не делится, а x и y у нас от единицы до b-1. И, значит, разность никак не может делиться на b, если число x и y разные. Значит, это все немулевые разные остатки. Если подумаете, вы поймете, это означает, что на самом деле вот эта вот строчка, это просто-напросто эта строчка будет переставлена. То есть, если взяли здесь остатки деления на b, то получается такое равенство. 1 умножить на 2 и так далее и так далее на b-1. Только порядком множителей отличается от а умножить на 2а умножить на 3а умножить на а на b-1. А это значит, что эти два числа дают один и тот же остаток при делении на b. Давайте посмотрим, запишем это. Значит, что получается? b-1 факториал, это при делении вот этого, да? b-1 факториал, это какое-то число, не делящееся на b. Дает такой же остаток, как а в степени b-1, потому что а было b-1, умножить на b-1 факториал. Вот это по модулю b одно и то же. Отлично. Переносим b-1 факториал направо. Получается, что 0 это то же самое по модулю b, что вот такая разность, умноженная на b-1 факториал. Но b-1 факториал на b не делится. Значит, эта скобка должна на b делиться. Глава 2 факториал. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова